Итак, снова здравствуйте. Сегодня у нас практическое занятие. Мы потренируемся, мы получили достаточной информации, теории, а сегодня у нас практика. И начнем мы с того, что я задам вам несколько вопросов, на которые вы попробуете ответить. Причем постарайтесь это сделать сразу же, прочитав вопрос на экране. Какое может быть изложение? Какие приемы сжатия текста вы знаете? После применения приемов сжатия, что должно остаться в тексте? Ну и я думаю, что большинство из вас легко справились с этим заданием. На уроках мы постоянно говорим на эти темы. А задание такое. Прочитайте текст, разделите его на три абзаца, определите тему и идею данного текста. Вот сегодня мы будем с вами работать с текстом и с отдельными предложениями. Вам придется работать с разными вариантами, поэтому настройтесь на работу. Возьмите листочек бумаги, ручку и давайте начнем. Снова напоминаю вам, что один из самых важных способов сжатия текста – это исключение. Напоминаю, что мы можем исключать. Повторы. И на примере уже могу показать. Вы видите предложение, но мы не понимаем, а точнее сказать, не хотим понимать чужие чувства, интересы, желания. Мы не хотим потратить свои душевные чувства, чужую душу. Вы видите, что слова раскрашены в разные цвета. То, что мы можем убрать, выделено определенным цветом. Исключение одного или нескольких из синонимов. На табличках были написаны мудреные названия. Питоспорум, пестроакаймленная юка, эвкалипт, лавровишня. Думаю, вы догадались, как мы заменим эти труднопроизносимые и малопонятные слова. Мы их просто исключим из текста. Исключение одного или нескольких из синонимов. А может, и вся та красота заморских краев не уступает и лишь приближается к той прелести среднерусского, левитановского, шишкинского, поленовского пейзажа. Вопросительное предложение. Мы смотрим на задание. Нам нужно исключить один или несколько синонимов. Попробуйте это сделать. Я думаю, что вы справитесь. Вот что у нас получается. Мы с вами выбросили все однородные повторения. Исключение уточняющих и поясняющих конструкций. Белое, как снег, и нежно-зеленое, как молодая травка. Оно резко выделялось на общем, однообразном, по колориту фону. Мы должны исключить уточняющие и поясняющие конструкции. Пробуем. Вот что у нас должно получиться. Следующее задание. Исключение уточняющих и поясняющих конструкций. Перед вами большое предложение. И исключить опять-таки нам нужно теперь конструкции уже уточняющие и поясняющие. Поработайте, пожалуйста. Или сфотографируйте это предложение и оставьте для себя. Но ответ я вам все равно покажу. Посмотрите, как преобразилось это предложение. Обобщающее слово и концовка. Исключение фрагмента предложения. Целый фрагмент предложения мы должны с вами исключить. Думаем, что здесь можно без ущерба для текста отбросить. Проверяем. Сравнение мы убрали с вами. Исключение фрагмента предложения. Мы в этот раз увидели его новыми глазами и оценили по-новому. Повторяем, да? Смотрим. Слова однокоренные у нас ушли, да? И фрагмент предложения также. Исключение фрагмента предложения. Опять-таки большое предложение. Я испытала это на себе, когда в туманах при досенних садах в Версале с их почернелой, как золотая позолота листвой, с их геометрической пышностью. Я совсем не знаю почему. Вспомнил крошечный городок, спас клепики, и у меня заныло сердце. Фрагмент предложения. Видим, да? Это описание, поэтому мы смотрим, что можно исключить. Исключение одного или несколько предложений. Даже несколько предложений мы можем с вами исключить, как вы видите, в задании. Постарайтесь это сделать. Читайте предложение. Привыкли, набаловались, не знаем, чем владеем. Потому и тянет к черту на кулички, в так называемую экзотику. А спросите у любого иностранца. Он обязательно скажет, что самая экзотическая страна, несомненно, Россия. Красивое предложение, правда? Но нам его придется сократить. Давайте посмотрим. Второй вид, о котором мы должны помнить. Способ, вид, можно сказать, сжатия текста – это обобщение. Но прежде чем перейти к нему, я хочу сказать, вы видели, сколько примеров было на исключение. Очень часто мы применяем именно этот первый способ исключения различных частей слов из текста. Обобщение. Что же такое обобщение, напоминаю? Замена однородных членов обобщающими наименованием и замена предложения или его части определительным или отрицательным местоимением, которое имеет обобщающее значение. Опять предложение. Ведь только это ученые связывают форму общественного поведения с разнообразными ролями. А человек просто работает, лечится, воспитывает детей, покупает, стрижется, обедает в столовой, встречается с друзьями, смотрит спектакль. Однородные члены обобщающим наименованием. Я думаю, вы однородные члены видите. Они нам помогают найти их также запятые. Убираем. Замена однородных членов обобщающим наименованием. Опять то же самое задание. Я сразу же покажу вам, как это сделать. Вернейший способ узнать человека, его суть, прислушаться к тому, как он говорит. Вы видите, насколько сократилось предложение. Нам это очень важно. Замена предложения или его части определительным или отрицательным местоимением, с обобщающим значением. Имейте в виду, обращайте внимание на то, что местоимение должно быть с обобщающим значением. Уже не поражали нас к концу дня ни развесистость крон, ни толщина стволов, ни причудливость листьев. Что мы получили? Уже ничто не поражало нас к концу дня. Вы видите, слово «ничто» заменило нам очень много слов. Третий способ упрощения. Слияние нескольких предложений в одно. Замена предложения или его части указательным местоимением. Замена сложного подчиненного предложения простым. Замена прямой речи косвенной речью. Замена фрагмента предложения синонимичным выражением. Сразу обращаю еще раз ваше внимание, что прямой речи в тексте не должно быть. Косвенная речь. Ну вот. Читайте предложения. Думаю, справитесь. И нужно упростить, произвести слияние. Что мы получим? Вот таким образом. Последнее предложение, на которое мы обращаем внимание, это слияние нескольких предложений в одно. Видите, их несколько. А теперь стало одно большое предложение. Итак, сегодня на уроке мы попробовали потренироваться с вами в сжатии текста. Мы попробовали применить все три способа сжатия. Как у нас это получилось, зависит от вас. Тренируйтесь, и у вас все получится. Тренируйтесь, и у вас все получится.